Жители округа присоединились к всероссийской акции по очистке от мусора береговой линии водных объектов. Акция «Вода России. Берег добрых дел» стартовала в стране в 2014 году. Четыре года назад к ней присоединились и люберцы. С участниками акции пообщался Богдан Колесников. С 2021 года в рамках экологической акции в округе очистили Малаховское озеро, Пихорку, Чернавку и Македонку. В этом году все силы сконцентрировали на уборке кореневского карьера. Гороблями и метлами вооружились волонтеры, представители молодежных организаций спортивных федераций округа, участники клуба «Активное долголетие». Вместе удалось собрать более 12 кубов мусора и прошлогодней листвы. Мы в школьные годы всегда с Викой ходили на субботники. Постоянно, каждый раз мы на субботники помогали убирать школу. И решили выйти на масштабный субботник, чтобы помочь нашему карьеру собрать мусор, чтобы летом тут было чисто и можно было купаться, загорать и проводить отлично время. Очень много бутылок, очень много, которые часто на карьере режут ноги. Вот сами по себе знаем на песке. Проводилась санитарная чистка не только береговой линии, но и водной глади. Самоходный земснаряд обрезал заросли камыша, вытаскивал топляк и крупногабаритный мусор. Вместе с главой округа Владимиром Волковым жители опилили аварийные сухостойные деревья, высадили липовую аллею. А в Коренёвский карьер опустили мониторинговый буй для контроля качества воды в режиме реального времени. Здесь, кстати, много резло. Много резло? Да. Все видно, да? Ну, сейчас видно, да. Это уже потом, летом все... Ну, немножко подсветает, но это один из самых чистых водоемов в Подмосковье, кстати. Показания выведены у нас в управление, то есть 24 на 7. Мы контролируем состояние и анализ воды, в связи с тем, что здесь занимаются спортсмены непосредственно в воде и, естественно, дети. Поэтому это очень важно. Буй абсолютно готов к новому сезону. Мы его сегодня запускаем и с сегодняшнего дня также будем мониторить воду в Коренёвском карьере. Для самых маленьких и тех, кто уже поработал на субботнике, подготовили активности. Пляжный волейбол и футбол, соревнования на меткость и координацию. Каждый мог угоститься гречневой кашей с тушенкой из полевой кухни и горячим чаем. Коренёвский карьер – это уже такая традиция, традиция всех микрорайонов, прилегающих к этому месту. Сюда приходят дети, спортсмены. Вот сегодня как раз мы проводили много мероприятий, и на этой территории карьера было проведено благоустройство по программе губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва. Всё должно быть комфортно, современно, безопасно. Поэтому мы приглашаем всех приезжать к нам в гости. К окружному субботнику присоединились и жители ЖК Новокроскова. Эти дома на Егоревском шоссе сдали в эксплуатацию шесть лет назад. Дворы чистые и ухоженные. Чтобы дополнительно озеленить общественное пространство, высадили саженцы клёна, ели и берёзы. Пойдёт на 5-7 метров, зазеленеет всё будет. Люберчане привели в порядок сквер около Ухтомского пруда и прибрежную зону Новокросковского карьера. Заключительный субботник, общеобластной, состоится 27 апреля. Главной площадкой станет Центральный парк культуры и отдыха. Богдан Колесников, Денис Заугольников и Александр Глазов. Телеканал ЛРТ. Редактор субботник А.Семкин Корректор А.Егорова